Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Здорово, Санёк, видал? Здорово, Капа, привет, ребята. Видал какая фенечка? Ой, фенечка? Фенечка это называется, да. Ой, слушай, а где ты опять дела? О, ну Сань, ну что ты спрашиваешь? Какие-то глупые вопросы. Мне, конечно, галочка сделала. Галочка? Галина Аркадьевна. Галина Аркадьевна, да. И вот это, это легко... Ну на, вот возьми, возьми, померь. Ну-ка, давай, давай. Ой, класс, ну-ка. Ну-ка. Ну, ну не, ну это, конечно... Ну как это мне на крыло. Это девчачьих, конечно. Да ладно, ладно. Девчачьих. Ну, мы сейчас узнаем... Ну, кстати, девчонкам тоже полезно знать, как их делают. Да? Ну, сейчас мы узнаем, как это делается. Галина Аркадьевна Кокшарова, изготовитель женских, и не только, мне кажется, украшений. Здравствуйте, Галина Аркадьевна. Здравствуйте, Галина Аркадьевна. Я уже похвасталась. Прекрасно. Так, это, вот Капа правильно сказала, фенечка, или может у них есть какое-то другое название? Ну, я думаю, что это браслеты все-таки. Потому что фенечки в них вкладывали определенный смысл. А, ну это браслетик просто браслетик. А это так, бессмыслица красивая. Да? Как это бессмыслица? Ну, у меня, у меня со смыслом все-таки. Да? Да. Так, ну, рассказывайте, как мы это все делаем? Ну, это, в общем-то, очень простой способ в данном случае. Называется низание. То есть мы нанизываем на нитку бисер, бусинки и все, что у нас есть. Бантики, сердечки, колокольчики. А как бы, вот, скажите, кашок не порвалось-то сразу? Значит, мы используем ниточку. Называется 50К Капрон. Капрон? Нитка прочная, вы сами понимаете. Она не рвется. Мы еще можем ее в два-три слоя сделать. То есть браслетик будет прочный. Ну, в два-три слоя это в зависимости от величины отверстия, наверное, бисера. Или у них стандартный какой-то. А это крупный бисер. Ага. Слушайте, а вот у меня вот растягивалась она. А вот эта растягивалась, это что такое? Ну, это такая небольшая резиночка. Ну, в данном случае мы сделаем на нитке. На нитке. На нитке. Ну, чтобы не рвать, понимаешь, когда снимаешь. Ну, давайте начнем тогда. Итак, мы берем уголочку, ниточку, как я сказала, номер 50 Капрон. И нанизываем все, что у нас есть. Все, что под руку попало. Можно использовать старые бусики, которые у вас порвались. Ой, посмотри, а технология-то какова. Раз, раз, раз. Да, лучше не брать в руки бусинки и бисер. Тем более у детей моторика не очень развита, мелкая моторика. Поэтому лучше иголочкой набирать это все. Вот мелкий бисер вы спрашивали. Ой, его даже не видно. Поднимаешь иголочкой и вот туда. Его даже не видно, да. Ну, чтобы у нас был такой веселенький браслет, мы можем еще использовать вот такой бубенчик. Угу. Хорошо смотреться. Ой, слушай, у меня много всяких, слушай, этих самых осталось. Ну, бусин по поводу. Ну, всякая ерунда и белочка всякая. Ну, все. Проделываем отверстие, нитку покупаем. Да, конечно. 50 К. Да, 50 К. Вот, и таким образом мы... Да, и таким образом мы нанизываем, сколько нам надо в длину. Ручки у всех разные. Да, ну, то есть... У меня есть маленький браслетик, есть... Ну, сперва, наверное, нужно все-таки объем руки замерить. Нет, почему? Мы нанизываем вот так, а потом уже, когда это будет у нас... Уже прикидываем. А потом прикидываем. А потом прикидываем. Ребенка, да. Ну, и все, и потом можно просто завязать. Да, и завязываем, завязываем ниточку. Или, как вы говорите, можно приделать... Ну, очистки так скажем. Замочек, да, можно приделать замочек, и будет у нас браслет. Это модно. Это модно, и я скажу еще, что это у ребенка может воспитать усидчивость. А я скажу, что это будет уникальная вещь. Вот именно, ни у кого такое не будет. Ни у кого такую вещь не увидите. Смотрите, ни у кого. Одна в единственном экземпляре. Смотрите, сколько плюсов. Так что, во, учитесь. Запомнили? Да. Спасибо большое. До свидания. До свидания.